Мы в 45 странах. Мы в Панаде! Миссия! Не просто, чтобы молодежь изучала историю, это интересно, поскольку, ну, думаю, сами тоже знаете, по своему опыту, когда учитель просто рассказывает по книжке, да, там, историю, это не всегда интересно, не всегда запоминается. А если это проходит в каких-то интересных форматах, какие-нибудь исторические квесты, какие-то интеллектуальные игры, ну, это в любом случае какая-то часть у вас автоматически запоминается, поскольку это интересно. Шан сказать спасибо за победу тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне, ветераном войны и тружеником тыла. Волонтеры Победы – это не про флаги и лозунги. Это личная история каждого. Студент пожарно-спасательного колледжа «Муслим Эльдеев» в движении два года. Для него это возможность развиваться. Меня очень замотивировала эта вся программа. То есть, когда я был на первом курсе, нам предоставили пробное занятие волонтеров Победы. И я понял, что это направление мне близко и мне приятно действовать дальше по этому направлению. Мы планируем провести в ноябре, у нас будут соревнования и также открытый форум в Саратове, кажется. И туда будут призваны волонтеры со всех регионов России. Волонтерский корпус Победы создан в 2015 году в честь 70-летия Победы. Уже после его преобразовали во Всероссийское общественное движение. Оно насчитывает порядка 200 тысяч человек по всей стране. Количество волонтеров растет. Также мы функционируем не только в 85 субъектах нашей страны, но и в 50 странах. По всей России я курирую Северо-Кавказский федеральный округ. И так получилось, что Ингушетия стала в первом моем списке. В планах мы объездим все регионы Кавказа. И очень надеемся, что наши приезды помогут в развитии нашего движения во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа. Ингушетия присоединилась к движению в 2016-м. Сегодня региональный штаб насчитывает около 100 молодых активистов, 30 из которых – это студенты пожарно-спасательного колледжа. Но число желающих стать частью проекта растет. Не только на словах, но и на деле. Помощь ветеранам, сад памяти, диктант победы и совсем новый проект – «Лагерь Согласия». Это одно из направлений, которые начали реализовывать в нашей республике. Оказать первую помощь пострадавшему или даже перейти в воображаемый обрыв – «Лагерь Согласия» помогает ребятам развить основы безопасности жизнедеятельности и уберечься от всякого рода негативного влияния. В «Лагерь Согласия» 10 смен. Каждая длится по 2-3 дня. Проект стартовал в августе. Сегодня он завершает работу. В рамках этого проекта оказываются тренинговые объяснения ребятам, где их обучают в чрезвычайных ситуациях, что им делать, как предугадать о безопасности жизни своей и других людей. Очень живописно, могу точно сказать. И, наверное, одно удовольствие работать на такой природе, в таких условиях. С ребятами работают по тренинговой программе. Здесь идет профилактика девиантного поведения, различных экстремистского поведения и так далее. Волонтеры Победы планируют развиваться в этом направлении и дальше. В ближайших планах – организация патриотического слета. Тамара Хшагульгова, Акрамат Досхоев, Новости 24.